13-я международная школа конференции «Актуальные проблемы физики микросвета» объеднала больше 100 навыковцев, аспирантов и студентов с краин близкого и далекого замержа. Треба отзначит, что первый подобный навыково-эдукационный форум на Гомельщине был проведен 44 года тому. Он был организован тут же, в умоленничном месте, с пригожей назвой «Золотые пески». Тогда, конечно, не было таких роскошных, как сегодня, апартаментов. Было скромное одно здание. Первая школа состоялась в спортивном зале. Сидели на низких гимнастических стульях и в качестве технического средства была доска и мел. Но это было историческое событие. Идея проведения первой международной школы по физице належала объединенному институту ядерных доследований. Дарыч и его простынники, как и зауседы улику гоноровых гостей. Объединены институт ядерных доследований – это свой особливый центр супрационничества разных краин, накированы на развитие сусветной науки. Институт занимается в основном тремя глобальными направлениями. Физика элементарных частиц или физика высоких энергий – это как-то как синонимы используются. Ядерная физика, в том числе исследование новых элементов, поиски новых элементов в природе, химических я имею в виду. И физика твердого тела, крайне важна в последнее время, в частности, для технологий. Тоже не только чисто фундаментальной науки, но и для технологий. Международная школа-конференция – выдатная пляцовка для обмяну в опытом, обмеркования цікавых идей, выника у працы и досягнений. А тому она выкликает неподробную цикавость у молодых навуковцев. Мы и слушаем, и делаем доклады, потому что здесь есть люди с очень высоким уровнем опыта, которые могут что-то подсказать, дать какие-то наводки на исследования, которые мы проводим. За 10 дней конференции особливая увага будет просвечена технологиям эксперимента у надеющих и плануемых паскаральниках. И это не выпадково, бо новоколцы нашей краины унесли важкий уклад у открытия новой частицы Базона Хиггса. 21 белорусский доследчик унесены у спис саутором этого светлого открытия. У целом, первопожатковая международная школа по физике задумывалась, как бы ключ на теоретичная. А ле стягом часу многие загученных тут идей знали свое практичное применение. Все это когда-то началось отсюда, с каких-то, казалось бы, теоретических лекций, с сугубо каких-то, казалось бы, не имеющих практического применения идей. Но со временем это все превращается в реальные продукты, в реальные полезные для техники, для медицины, для материаловедения, для приборостроения. Вероника Ворошилина, Валериха Панько, Телера, Дойка, Ампания, Гомель.